Обеспечить безопасность мест массового пребывания людей в новогодние и рождественские праздники такую задачу поставил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Краснодарском крае. Особое внимание необходимо уделить торгово-развлекательным центрам, кинотеатрам, рынкам, вокзалам и аэропортам. Противопожарная безопасность и антитеррористическая защищенность аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов должна быть максимально усилена в этот период. Еще раз подчеркиваю, потому что, безусловно, и так она у нас на высоком уровне, но здесь особо усилена. Потому что, конечно, кратно будет количество людей, которые будут проходить через и аэропорты, и ЖТ-вокзалы, и автовокзалы. Участие в совещании принял глава Анапы. В нашем городе уже со следующей недели службы спасения, жизнеобеспечения, аварийные и ремонтно-восстановительные бригады будут переведены в усиленный режим работы. В Анапе обеспечивать охрану правопорядка во время новогодних и рождественских праздников будут порядка 600 сотрудников, полиции и казаков. И здесь же был поднят еще один важный вопрос. Продажа снюса несовершеннолетним. В крае уже зафиксированы случаи тяжелого отравления этим так называемым жевательным табаком. Вениамин Кондратьев обратился в законодательное собрание с инициативой о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащей смеси. Глава Анапы поручил не дожидаться решения и начал уже сейчас работу по пресечению реализаций опасного вещества в нашем городе. По поручению Юрия Полякова на курорте сформировали мобильную группу, которая должна проверить все магазины. Уже на следующее утро она вышла в рейд. По поручению главы Юрия Полякова создана мобильная группа, которая вышла в рейд с официальными письмами. Сегодня на неочередной сессии ЗСК был уже принят закон на территории края, поэтому будем работать и по штрафным санкциям по этому направлению. Теперь за продажу снюса подростку предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей. Рейдовые группы продолжат проверять магазины. Под особый контроль попадут торговые точки вблизи школ, спортивных клубов и домов культуры. Впервые доходная часть бюджета Анапы преодолела планку в 5 миллиардов рублей. Эту информацию озвучили на заключительной в этом году сессии муниципального совета. Впервые бюджет бездефицитный, впервые бюджет без банковских кредитов и, конечно, очень серьезный рост. Я думаю, что это очень хорошие показатели, очень хорошие. Такого еще у нас в новейшей истории не было. Это стало возможным благодаря тому, что Юрий Федорович проводил очень принципиальную работу по наполнению бюджета. И, конечно же, все, кто в этом зале находится, этому активно содействовали. И еще одно долгожданное для всех анапчан событие. В Анапе открылся новый детский сад. Орленок распахнул двери для своих первых воспитанников. В этом году это уже третье дошкольное учреждение, которое появилось на курорте. Детский сад сможет принять 240 маленьких анапчан. Группы будут формироваться постепенно. Уже сейчас ведется комплектование. Вот на этом месте в 1946 году был построен детский сад. Он простоял определенное количество лет, пришел в негодность. И мы решили на месте этого детского сада построить более комфортный, более современный. Конечно, радостное событие, потому что мы из тех запланируемых пяти детских садов, мы сегодня открываем третий. Следующий у нас, четвертый детский сад, мы открываем в Воскресенске. Это нацпроект, нацпроект «Демография». И там на 140 мест. 140 мест мы откроем тоже до Нового года. И еще один детский сад, Черное море, на 240 мест мы открываем на Анамском Ашасе. У нас, без сомнения, в этом году мы выполнили план. И мы переходим на следующий год, где у нас тоже минимум три детских сада больших будет построено в следующем году. Подарок к Новому году получили Анапские школы искусств. В рамках национального проекта были куплены музыкальные инструменты. Такое акустическое пианино в среду привезли в первую школу. Сейчас в ней обучается более 340 детей. Отделение фортепиано – одно из самых популярных. Сегодня здесь 14 инструментов. Стоимость нового – порядка 400 тысяч рублей. Мы приготовили кабинет. У нас кабинет класс фортепиано. Одного из ведущих преподавателей. Я думаю, что это будет им подспорьем очень большим. Но я думаю, теперь они еще больше результат покажут. Новые пианины появились и в четырех музыкальных школах Анапы. Фортепиано были приобретены в рамках национального проекта «Культура». До конца года учреждения дополнительного образования Краснодарского края получат более 100 музыкальных инструментов. Анапские общественники на этой неделе подвели итоги работы за год. Сегодня в Анапе действует 150 домовых и квартальных комитетов территориального общественного самоуправления. Руководителей ТОСов накануне чествовали в городском театре. Лучшие из них получили награды от главы курорта. Работы масса, работы много. Но мы бы ничего не смогли этого делать, если бы не было всех вас, которые вместе с нами работают. Ведь зачастую большинство предложений, которые приходят, они как раз приходят от вас, от руководителей ТОС. В следующем году перед органами территориального общественного самоуправления стоят серьезные задачи. Содействие в организации компании по выборам губернатора Кубани и депутатов Совета города-курорта. Проведение всероссийской переписи населения, а также участие в масштабных мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы. Субтитры создавал DimaTorzok